Подмосковные вечера Помнишь, как ты меня спала Как бьется сердце вновь без тебя И слез держать нет сил Надо начать всю жизнь сначала счастье Свое забыть Как тебя я люблю Добрый день Олег, вот почему серебряный голос России? Что это такое? Что это за звание? Вы знаете, спрашивают об этом очень часто Но отвечать всегда приятно, особенно на телевидении Потому что вот как раз это Я даже не знаю, как сказать звание Не звание, конечно Прозвище сказать было бы тоже неправильно Я бы определила, как народная молва Это не народная молва В том числе и дело Это прозвание, вот если можно так сказать Не прозвище Не прозвище, все-таки Ну название Это на самом деле продукт деятельности средств массовой информации И почему приятно говорить об этом на телевидении Потому что, если как у каждого человека сейчас У меня к телевидению есть масса вопросов Иногда претензий, иногда разочарования, сожалений А вот бывают моменты очень радостные Я, честно говоря, признателен за такое имя Которое моему творчеству, конечно Не мне, а моему творчеству дали В свое время на петербургском радиотелевидении Без моего ведома А потом тоже закрепилось Как бы и стало уже действительно народной молвой Ну кроме народного звания Есть ведь еще официальное У вас премия, которая называется, если я не ошибаюсь Вот премия «Ангельский глаз России» И звание, связанное с этой премией Да «Ангел трубящий» Награда называется «Ангел трубящий» Фестиваль и награда Фестиваль называется «Глаз ангельский России» Но вы понимаете как Вообще, я понимаю, что при знакомстве Привычно говорить о наградах, о званиях, обо всем прочем Но я не люблю об этом упоминать И не из какой-то позы Да, потому что, в принципе, к тому, что я делаю Это не имеет какого-то непосредственного отношения Вот Но это совершенно отдельная тема То есть о ней можно говорить во вторую, в третью, в четвертую очередь А в первую очередь, наверное, о чем-то более близком к творчеству Хорошо Если говорить о более близком к творчеству На ваших концертах Вы производите впечатление человека такого Ну, я не говорю утонченного Это и так видно, да Но эмоционально, вот как какое-то впечатление беззащитности Это обманчивое впечатление или это имидж? Наверное, это все-таки обманчивое впечатление Я, как сказать, смотря, что понимать под беззащитностью Дело в том, что человек творческий Любой человек творческий В любой области творчества Олег, я неправильно сказала, ранимого Очень ранимого, очень толкового Вот, как раз это я хотел сейчас сказать Любой артист ранимый Любой Это понятно Только вопрос Какой специфики это ранимость, что ли Я Понимаете как Я уже, в общем, достаточно давно На сцене Первый мой концерт Сольный Вот во взрослом качестве Состоялся в 87-м году То есть уже Скоро будет 15 лет назад Вот А профессионально Закончив театральный институт С 90-го года Уже я просто работаю Сначала как актер Я работал в Большом романтическом театре Имени Горького в Петербурге Вот А потом с 93-го года Только концерты То есть существует уже И привычка И уверенность Сценической жизни Это верно Но все равно Всякий концерт Всякий выход на сцену Это всегда Не просто волнение Это всегда Ощущение необходимости Завоевывать Завоевывать Слушательское сердце Завоевывать Даже порой Завоевывать вдохновение Но это Известно И привычно Для каждого артиста Поэтому если говорить о ранимости То Она конечно присутствует Но с другой стороны Незащищенным я себя Как бы назвать не могу И все-таки Вот при таком Имидже Вы Работаете в общественных Организациях Благодаря вам Был создан Межрегиональный Общественный Культурный фонд Я не работаю В общественных Организациях Фонд Был создан Действительно И создан Был по моей личной Инициативе Очень узким кругом Лиц Но опять-таки О фонде Вот знаете У артистов Когда они В достаточной Степени Свободны А вот Новое время Наше Сколько его Не ругай Но оно обладает Очень положительными Сторонами Вот отчасти Артистическая Свобода Если артист Конечно ее правильно Пользуется Это положительная Сторона Нашего времени Вот иногда Артист начинает Заниматься Непрямыми Своими Обязанностями Не только Искусством А еще Какими-то Допустим Общественной Жизнью И так далее Я Когда создавал фонд Называется он Русскому гению Название может быть Немножко Такое Даже в чем-то Агрессивное Резкое Но абсолютно Оправдывающее Себя Меня очень Беспокоит Прежде всего Как исполнитель Романса Положение Русского Языка Русского Слова В нынешней Эстрадной Культуре Если говорить О театре Или Театре Не только Драматическом Но и оперном То там все-таки По большей части С русским языком Еще все-таки Все в порядке Вот То в эстраде На мой взгляд Катастрофа С русским словом И прямое назначение Этого фонда Было в том Чтобы Как-то Не только лично Но и вот действительно Каким-то общественным авторитетом И финансами в том числе Поддерживать Какие-то начинания Культурные В этом смысле По большей части Связанные С русской Словесностью 19-го столетия Вот Но я взял на себя В этом смысле Немножко Несвойственные Свои функции И по-видимому Слишком много То есть Работа фонда Она фактически Простаивает И в ней сейчас Нет особенно необходимости Потому что Беспрерывная череда Концертов Гастролей И вот То дело О котором я говорил То есть Служение Русскому языку Через Русскую песню Оно Наверное Более Серьезно Более Даже результативно Чем занятие Общественной деятельностью Почему я собственно Начала с общественной деятельности Потому что Сейчас В артистической среде Как-то очень Традиционно Я бы даже сказала Появление Каких-то коммерческих Параллельных структур Кто-то открывает Магазины Кто-то открывает Там стоматологические клиники Кто-то рестораны А здесь культурный фонд И как раз По профилю Совсем другое У вас Не было в плане Каких-либо Коммерческих проектов Понимаете Вообще-то Это Не Новая Ситуация И Уже давным-давно Пройденная В странах Которые нас принято Называть сейчас Развитыми Ну скажем Просто странами Западного мира Артисты Но Это все-таки Касается По большей части Артистов Как раз Эстрадного жанра Дело в том Что Очень мало На эстраде Действительно Как бы Замечательных И даже просто Неизаурядных Личностей Очень мало Большинство Эстрадных исполнителей К сожалению Однодневки В плане своего Существования На сцене Зависит очень серьезно От Сиюминутной Популярности Вот Кстати К счастью Большинство Из них Это понимает И поэтому Пытается Как бы Себя обеспечить Плацдарм На будущее Кто посерьезнее Там Образование Какое-то Получает Заработав Деньги Там допустим Кто-то Открывает Действительно Магазин Или какие-то Еще Предприятия Но это все Понимаете Как Это не из моей истории Слава Богу Потому что И по образованию И по отношению К тому Что я делаю И наконец По самому материалу В котором я работаю Мои как раз Все средства В этом банке В искусстве В Служении Я это Слава часто употребляю Но поверьте Очень осознанно Вот Потому что Когда вот мы учились В институте еще В театральном И потом в театре Это поговорка распространенная Деньги в другом банке Вот это Поэтому я про банк Сейчас и сказал Когда ты вроде бы Чем-то занимаешься На самом деле Все мысли твои Все желания Все наконец Перспективы Связаны с чем-то другим И вот Это очень серьезный критерий Это не от искусства уже Это человек Может быть и творческий Но в другом смысле Финансово Но не в искусстве Просто недавно Очень один известный актер По центральным нашим каналам Я сейчас не хотела бы Назвать фамилию Этого артиста Но он сказал Что сейчас На данный момент Если актер не является бизнесменом Если артист Еще к тому же Не является бизнесменом То он рискует погибнуть И вы знаете Те кто смотрел Эту программу Почему я вспомнила О вас В этот момент Потому что сказали Вот вы знаете У меня Вот Наверное это так Да Но вот Олег Погодин Это тот человек Который с бизнесом Не ассоциируется Никак Я бизнесом Не занимаюсь Вот Понимаете Каждый в принципе Я не хочу сказать Что кому-то Заниматься Бизнесом Из артистов Вообще нельзя Что это плохо Бывает так Что люди Занимаются Многими Вещами И делают это Одинаково Талантливо Но сказать о том Что артист Если не занимается Бизнесом То он погибнет Так в каком смысле От голода Это к сожалению Реально Но занимаясь бизнесом Серьезнее чем театром А волей-неволей Это может Придется и так делать Артист может погибнуть Как творческая единица То есть перестать быть артистом Вот Опять-таки Все-таки Не бывает общих Ситуаций Вообще И в жизни Не бывает общих ситуаций Они только Может быть Там не знаю В науках точных Возможно Вот Тем более Не бывает в творчестве Общих ситуаций То есть у каждого Своя жизнь И кто как Ей распорядится В конце концов Мы сами за нее Будем отвечать Вот Вы знаете Вот недавно Совершенно в этом кресле Сидела Елена Антоновна Камброва И на мой вопрос На концерт Какого бы артиста Она сама С удовольствием пошла Первая фамилия Первое имя Которое она назвала Она сказала сразу Олег Погодин Это творческий союз Это сотрудничество Это Дружба Вы знаете Я не могу сказать Ни то, ни другое, ни третье Потому что Творческого союза Как такового нет И Он вряд ли Реален Потому что все-таки Понимаете Вот Камброва Это Явление Причем Постоянное Немеркнущее Слава Богу И дай Бог Еще много-много лет Будет в силах Работать и восхищать Не только меня А еще многих людей Поэтому Понимаете Как я Я очень дорожу И мнением Елены Антоновны Я Восхищаюсь Все творчеством Уже многие годы Вот мы С вами потихонечку Помаленечку Подобрались Как раз К творческим моментам Деятельности У вас Она началась Достаточно в раннем И юном возрасте В хоре телевидения Радиовещаний В Санкт-Петербурге В тогдашнем Ленинграде И Все-таки Был промежуток Вот От хора телевидения Радио До лгитмика Что было в этом промежутке? Промежуток Был два года Я заканчивал среднюю школу Все очень просто И сразу После лгитмика После актерского факультета Вы попали в один из Центральных театров Страны ГАПТ имени Горького И проработав там Три года Вы оттуда уходите Почему? Вы знаете Как я даже Я должен сказать Что я попал туда Но вот Как бы воле судьбы Я не собирался Даже После окончания института Хотя Учился я С наслаждением И Учился хорошо Ты закончился Диплом с отличием Это не просто хорошо Так или иначе Я просто к тому Что в общем Профессия По крайней мере По мнению И комиссии По мнению тех Кто принимал меня в театр По мнению многих Людей очень достойных Профессией я владел Ну на хорошем уровне По крайней мере Но я не планировал Даже тогда Заканчивать театральный институт Я не планировал Связать свою судьбу С театром Единственное Что я не смог отказаться От предложения Работать в вашем Драматическом театре Это тоже понятно Почему То есть Это скорее Понимаете Какое-то даже Это приглашение Не принесло мне Ни радости Ни восторга Ни Ощущения счастья Что должен был бы Испытать любой Молодой Студент театрального института Закончивший Получивший Такое предложение Я по счастью Не один был туда приглашен Поэтому зазнаваться Тоже никакого Ни резона Ни оснований нет Четыре человека С нашего курса Были приглашены И проработав Три года в театре Я все-таки Опять-таки Еще не умом Но как-то Внутренне Душой Сердцем Очень серьезно Понял свое место Вот Я не актер По сути своей Я певец Это очень разные Личности А когда определился Вот это Направление В котором сейчас В данное время Творит Олег Погодин Если говорить О лирической песне То вероятно Едва ли не при рождении Потому что Я пою столько Сколько я себя помню И даже есть записи Совсем крохотного ребенка Которого я уже не помню А записи Как бы они Остались И Удивительно По детски Чистыми интонациями То есть видимо тогда Тем более Это все неосознанно Уже как-то Вот эта необходимость Эта судьба Что ли Она уже жила Вместе со мной Если говорить О романсе Как таковом Или вообще Уже абсолютно Профессиональном Отношении К своему делу То наверное Все-таки Вот где-то В период обучения В институте И чуть позже Был период Когда я хотел И даже начинал Всерьез заниматься Академическим вокалом Я очень люблю Оперное пение Я Люблю оперную музыку И до сих пор Фанатека моя состоит В основном Все-таки Из Либо просто записей Оперных спектаклей Либо Оперных исполнителей Вот Но По разным причинам Этот роман Не состоялся С оперой Чему я опять-таки Сейчас рад Вот И уже как-то Само собой В процессе работы Где-то С 93-94 года Начались Интенсивные Концерты Сначала в Петербурге Потом по стране И Репертуар И отношение К песне Даже философия Если хотите Творчество Они вот выработались Где-то к концу 90-х годов Есть ли люди Которых бы Вы могли назвать Своими Отцами Что ли В этом жанре Я об этом Говорю тоже Часто и в интервью И в разговоре Но Опять-таки Не в прямую Наиболее Значительные Для меня Имена В отечественном В отечественной Пении Наверное Я все-таки Сконцентрируюсь На одном Сергей Яковлевич Лемешев Опять-таки Я никогда Естественно Его не видел Я не мог Быть с ним знаком Но Когда я слышу его голос Я всегда испытываю Настоящее счастье От того, что Жил такой певец От того, что Голос его живет До сих пор Сейчас с нами Причем я не подражаю ему Я его Не пытаюсь даже Учиться в прямую У него То есть Принимать как-то Манеру пения Или Определенные Певческие навыки Которые слышны, конечно А вот как-то Я Когда мне Тяжеловато Когда Мало сил Или когда Настроение Какое-то Вялое Вот Мне достаточно Услышать Как он поет Для того, чтобы Что-то внутри Опять отозвалось Вот как Знаете Не знаю Не знаю даже Как В лесу зимой Какие-то допустим Сосульки где-то Откликнулись На какой-то звук И вот так вот пошло Дальше, 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 дальше Вот Или как Я даже не знаю Или как птицы Откликаются На песни других птиц Вот Вот Ну как еще Наверное Вы знаете С точки зрения Жанра Было много Певцов У которых я учился Иногда учился Какой-то Сиюминутности Сиюминутные Вернее Вещи Вот Буквально Одному может быть Слогу Одному слову Я могу назвать Многих И Наверное Большая моя Благодарность Уже давно Ушедшему Из жизни Валерию Агафонову Дивному Совершенно Петербургскому Певцу Дивному Еще в том смысле Что абсолютно Оригинальному Абсолютно Естественному То есть Вот он пел Так наверное Как Ну Могли петь В начале столетия Просто вот Дома под гитару Почти кто угодно У кого Был достаточно Хороший голос И у кого Было по-настоящему Хорошее сердце Вот Я могу Поблагодарить Аллу Николаевну Баянову Хотя опять-таки Не в прямой Никогда с ней Не Вернее Один раз Я с ней встречался На сцене В одном концерте То случайно Это был уже 98-й по-моему Год Вот И после этого Несколько раз Приходил к ней За благодарностью Но вот ее Пластинки Еще старинные Румынские Пластинки Которые когда-то На меня Юного Совершенного Человека Произвели Очень мощные Впечатления Вот Но тем не менее Я Не только Опять-таки Не перенимал Я манеру Но решительно От нее дистанцируюсь Просто вот явление Художественного Такого уровня Оно оказывает Очень сильное Влияние Я могу Сказать Что чему-то Я у нее научился Хотя Показать бы Ничего бы не смог В этом смысле Вот Если говорить Даже вот о Допустим Допустим Отворчество Елены Камбровой Которые Я И Не могу Повторить И Это совершенно Не Ни К чему Но вот опять-таки Повторюсь Настолько Значительное Великое явление В нашей культуре Не может Не оставить Отпечаток Вот И поскольку Я просто Имел счастье Слушать ее записи Очень давно Вот И видеть ее В работе На концерте Тоже это Что-то Дало И так Далее Можно говорить О почти всех Значительных Именах В истории Отечественной И Оперной музыки И эстрадной Какой вы Вне сцены Какой вы Вне сценического Образа Имиджа Вы знаете Я Вот Имидж Уже слова Прозвучало Не первый раз Имидж Это не существует Потому что Вот Кстати В этом Разница Очень серьезная Между Актером И певцом Я Ничего Не придумываю Я выхожу на сцену Такой Какой я есть И такой Какой я есть Я разговариваю С людьми Абсолютно То есть Разницы В принципе Никакой Единственное Что Обстоятельства Сценария То есть Текста Романса Или песни Они диктуют Определенное поведение Это верно Но все равно Даже в рамках Романса Текста Романса Я существую Как я сам бы существовал В этих обстоятельствах Обязательно Вот А вне сцены Я на эту тему Не люблю разговаривать Не люблю разговаривать Почему Вообще Конечно Артист Как правило Есть даже Такой вот Термин Театральный Обязывает Театр К этому Все на продажу То есть Нет ничего личного Все Все что ты можешь Использовать Это может касаться Твоей личной жизни Это может касаться Твоего здоровья Это может касаться Твоих падений Или каких-то Бед Или чего угодно Все как бы Выносить на публику Я С этим даже воюю Вот И воюю Потому что я бы Знаете Даже Время наше В этом одна из его главных Трагедий Оно стало Какое-то театральное Все продается Все Используется Достаточно вспомнить Вот 11 сентября Прошлого года Ведь это страшно Какое шоу Если вы из этого сделали А кто Даже тогда В те дни Реально подумал О тех действительно Неских тысячах людей Которые Страшно отдали Своей жизни Бывает Есть ли какие-то вещи В жизни Ну естественно Кроме общепринятых Которые лично Для вас Неприемлемы В окружающем мире Вы знаете Общепринятые Вот Кстати Если бы Общепринятые вещи Были неприемлемы Для всех Мы жили бы гораздо Наверное Ну как сказать Лучше Лучше В том смысле Что счастливее даже В свободное время Что вы делаете Чему вы посвящаете Краткие минуты отдыха Вы знаете Как бы это не смешно Прозвучало Свободного времени нет То есть Действительно нет Если оно вдруг Как-то возникает В плане Там Одного Двух Дней перерыв Между концертами Просто какие-то Технические Совершенные вещи Которые должен выполнить Как и каждый человек Там По хозяйству Элементарные даже Какие-то оплаты счетов И все прочее Кстати О хозяйстве Кто занимается Хозяйством Хозяйством в передвижении Вот Такое тоже Существует Но занимаемся Все вот Нашей компанией Музыкантской Администраторской Вот А дома На самом деле Как придется Вот Когда я Когда те Кому я это Могу делегировать Эти полномочия Скажите Вот Вопрос Который Я Задавала Елене Камбару Он вообще На самом деле Является Традиционным Для нашей программы На концерт Какого исполнителя Вы бы сами С удовольствием Пошли Или ходите На концерт Каких исполнителей Вы знаете Я не могу Так быстро Ответить Потому что На самом деле Немало Исполнителей Вот Я Хотя на концертах Я почти не бываю Вот Совершенно случайно Если удается Какие-то Вот Редкие Свободные Вечера Я даже Не могу Сейчас Припомнить На каком Последнем Концерте Я На чем Последнем Концерте Я был Вот Но помимо Тех О Ком Я уже Сказал Сегодня Вот Я Ну кстати Очень многих Замечательных Певцов Вот Я говорю Сейчас Об оперном Пении Могу назвать Просто Я не знаю Перечитать Потому что Было бы долго Это получится Примерно так Кого любит Слушать Вот Допустим Этот же Конкретный Исполнитель Вот Я бы Наверное Совершенно Вот Таким Счастливым Образом Попывал бы На концерте Рина Архиповой Сейчас Вот Жанны Бечевской Шарля Азнавура Я Вот сейчас Три имени Вот Можно еще В каждом Из этих Вот Разных Жанров Назвать Еще Десятки А Вообще Знаете Вот Не случайно Наверное Так Случилось Такое Пересечение То что мы Вспоминаем Сейчас Слова Елены Антоновны Это ведь Колоссальная Радость Несмотря на все Обстоятельства Нынешнего Времени Вот Есть Множество Артистов Не только Которым хочется Пойти Но мало того Люди ходят И залы полны О том Что мы Испытываем Желание Слышать Этих Артистов И желание Чтобы это Творчество Продолжалось Как можно Дольше Вот Я достаточно Неуклюжий Сейчас Выкручивался Отвечая на Ваш вопрос Но он Сложный Вот Как мог Сказал Хорошо Тогда еще Один Традиционный Вопрос Который Может быть Тоже Будет Немножечко Неуклюжим Но Всегда Хочется Знать Что же Будет Дальше Что Олег Погодин Будет Делать Дальше Это Как понять Опять-таки О творческих Планах Олег О творческих Планах Опять-таки Ничего Кардинально Нового Я Если говорить О концертах То их Расписано Огромное Количество Дай бог Все это Оселить Вот Фактически До До конца Сезона Уже точно А уже Заползает И на осень И до конца Года Вот Но Все-таки Так или иначе Это Одно И то же Дело То есть То что я делаю Сейчас Я надеюсь Сколько я смогу Продолжать и дальше Программы Может быть Новые Какие-то Возникнут Репертуар Дело в том Что Репертуар В котором я сейчас Работаю Он Можно сказать Даже Огромен Это Несколько сотен Произведений И Исполнить Все это В рамках Вот Даже Одного Концертного Сезона Очень сложно Вот Какие-то Новые Программы Я хочу Доделать И попытаюсь Доделать Руссконародную Песню Отдельным Концертом И Может быть Советскую лирику Определенные Песни Тоже Отдельным Концертом И может быть Французскую Песню Отдельным Концертом Хотя Все это Уже Так или иначе Вкраплениями Звучало В моих Воступлениях Спасибо Вы исчерпывающе Ответили на этот Замечательный Традиционный Вопрос И сейчас В заключении Нашей программы Потому что Время Неумолимо Совершенно Неумолимо Подходит К концу Я хотела бы Предоставить Слово Нашему гостю Который Наверняка Найдет Что пожелать Нашим Зрителям И конечно же Своим Слушателям И зрителям Олег Так тяжело Вздохнул Сразу Да Я просто Уже сразу Подумал о том Что это может быть Воспринято как какое-то Опять там Ну как это сказать Чересчур Серьезное заявление Вот Но все-таки Все равно Буду говорить серьезно Я хочу Пожелать всем Настоящих Очень искренних отношений Настоящей любви Очень Пожелать очень бережно Хранить эти отношения Вот К самым близким К самым родным людям И очень их беречь А помимо этого Тоже очень искренне По возможности Радостной жизни Несмотря на все обстоятельства Вот Все-таки Проводить ее По возможности В покое И в радости Хотя бы Самым маленьким Самым обычным вещам Это был Серебряный голос России Наш замечательный гость Олег Погодин И это была программа Подмосковные вечера До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok